Участников. Сегодня у нас с вами тема, с одной стороны, кажущаяся очень простой, ну что там, Господи, обсуждать, да, ну конференции, конференции, ну там различного рода научные мероприятия, они очевидным образом нужны аспиранту и докторанту, и казалось бы, на этом надо поставить точку. И, в общем, разойтись, отдыхать. Но я, как всегда, постараюсь найти какие-то небанальные вещи, которые не на поверхности находятся, да, для того, чтобы мы посмотрели на эти научные мероприятия именно через призму того, как они могут нами быть более полноценно использованы. Мы часто научные мероприятия рассматриваем просто как научные мероприятия. Ну вот есть оно, я схожу, или да нет, не схожу, и все на этом. На самом деле ситуация намного более интересная, и если позволите, то сегодня мы рассмотрим такие пункты нашего вебинара. Я на слайд их вынесла, я буквально кратко прокомментирую их. Во-первых, нам надо понять, что из себя представляют научные мероприятия. Да, я, друзья, сразу должна извиниться перед теми участниками, которые у нас уже профессиональные, докторанты, которым все известно и все понятно, да, потому что у нас разная аудитория, и некоторые простые вещи я тоже должна объяснить для того, чтобы всем было все понятно. И нам нужно понять, какие из этих научных мероприятий более или менее полезны для аспиранта и докторанта. Я вот хочу, чтобы мы сегодня такой ракурс выбрали в нашей теме. Второй момент всем нам понятно, но сейчас это стало, может быть, не так актуально, но я думаю, что наша жизнь вернется к своему стандартному обычному графику, как мы раньше с вами взаимодействовали и очно, и заочно, да, и поэтому мы рассмотрим вот этот момент, потому что сейчас хорошо, конечно, что есть дистанты, мы все можем в онлайне с вами встречаться, но для конференции, конечно, это не самый лучший вариант, потому что, ну, рассмотрим почему чуть позже. Тем не менее, опять же, может быть, это в большей степени будет касаться начинающих исследователей, надо четко понимать, чем отличается очное участие и заочное участие в конференциях или в любых научных мероприятиях. Ну и следующие два пункта будут посвящены таким, не то чтобы проблемным, я вообще не очень люблю слово проблем, а таким вот важным моментом относительно того, как бы нам раскрыть себя, да, себя, свою тему на тех самых научных мероприятиях, в которых мы участвуем. То есть, чтобы наше участие не было, скажем так, для галочки, ну, вот, там, на работе сказали, что надо принять участие или, там, по требованию, может быть, в контракте в вашем написаны какие-то требования к вам. Так вот, чтобы это все-таки, если вы пишете диссертацию, а мы в основном все-таки встречаемся с теми, кто это делает, чтобы вы не забывали про нее все время. То есть, чтобы она была, эта диссертация, ваша исследовательская тема была все время с вами, и вы понимали, как вы себя и ее можете презентовать, может быть, изучать, углублять ее, да, с помощью вот такого инструмента, как научные мероприятия. Ну, давайте начнем с первого взгляда на эти самые научные мероприятия. И, собственно говоря, возникает у меня самый первый, самый простой вопрос, чтобы мы с вами начали немножко общаться, а не просто я, как учительница, вам что-то рассказывала. Скажите, пожалуйста, напишите мне в чате, точнее говоря, да, какие цели вы преследуете, когда посещаете научные мероприятия? Давайте я так сформулирую, даже не посещаете, а принимаете в них участие. Даже если не посещаете, но принимаете в них участие, какие первостепенные цели перед вами стоят? Давайте вот этот момент обсудим с вами. Я специально пока не говорю, что я считаю важным. Тренировка защиты диссертации, аргументация, презентация, отлично. Углубиться, посмотреть, найти новые ракурсы, интересное по проблеме, презентовать, публикация, обсудить результаты, единомышленники, презентовать себя, понять, как аудитория воспринимает. Отлично, друзья, общение с узкими специалистами, презентовать, обсудить. Прекрасно, прекрасно. То есть смотрите, друзья, на самом деле учиться защищать свои научные достижения публично. Найти оппонентов, прекрасно, прекрасно. Непоркин, расширение, замечательно. Друзья, смотрите, на самом деле даже вот буквально минутку-другую мы с вами посмотрели на научные мероприятия чуть более пристально, не просто как оно происходит и все. Вижу, да, что вы еще пишете. А немножко шире взглянуем, да. Соответственно, давайте прям так вот скомпонуем более конкретно. Первое, для большинства, сейчас опять же, друзья, я буду прежде всего говорить для аспирантов и докторантов, да. То есть понятно, что научная общественность, кто занимается наукой, но не пишут эти работы, тоже так же могут использовать конференции. Но моя задача именно для вот этой категории людей показать все, что мы можем использовать. Первое, это, конечно, публикации. Давайте сразу же поговорим. У нас с вами в этом учебном году была встреча, которая была посвящена публикациям аспиранта и докторанта, и мы эту тему с вами очень детально проходили. Но в контексте сегодняшней встречи я хочу прокомментировать вот то, что мы стремимся на конференции для публикации. Это, как бы, такой актуальный подход для аспирантов и докторантов или нет? Начнем с главного. Во-первых, если мы говорим о требованиях высшей аттестационной комиссии, то мы с вами четко помним из нашей встречи, что ВАК предъявляет к аспирантам и докторантам только одно, пока оговариваюсь, да, потому что мы тоже говорили, что ждем изменений. Одно требование к публикации. Это требование касается публикации научных результатов в рецензируемых изданиях. Ни одного слова в требованиях относительно публикации в материалах конференции не фигурирует. То есть первое, что мы с вами должны четко понимать, что эти публикации для вас являются дополнительными, дополнительными, необязательными. Это первое. Это с точки зрения требования ВАК. С точки зрения диссертационных советов, я бесконечно повторяю одну и ту же фразу, наверное, я вас уже замучила, что как можно раньше определяйтесь диссертационным советом. Почему? Потому что требования диссертационных советов очень разные и, возможно, диссертационный совет, в который вы отправитесь на защиту, предъявляет существенные требования, то есть не одну, например, публикацию, а может быть пять или может быть семь, в зависимости от типа вашей диссертации, может еще больше, если мы про докторскую говорим, именно к публикациям в материалах конференции. То есть первое, мы должны понимать, что публикация на конференции – это здорово, но это необязательная публикация. Второй тезис. Значит, если мы с вами говорим, что я участвую в конференции для того, чтобы иметь публикацию, это моя основная цель, то, друзья, давайте, опять же, я как экономист, я за эффективность в вашей деятельности, и тогда давайте мы при выборе конференций или научных мероприятий будем выбирать такие мероприятия, которые размещают свои материалы в РИМС, потому что мы с вами не просто публикацию будем иметь, мы еще можем улучшить свои публикационные показатели как авторы, с одной стороны, и с другой стороны, если ваша публикация будет интересна, если она не очень по узкой теме, да, потому что у нас цитируемость публикации от разных зависит вещей, от разных параметров, и поэтому, возможно, эта публикация будет цитироваться, и, соответственно, вы увеличите еще и свои показатели в этом смысле. То есть, второй тезис, тогда мы ищем материалы конференции, которые будут в РИМС. Третий момент. Иногда оргкомитет, ну, может быть, с этим встречались, если встречались, дайте мне знать в чате, когда оргкомитет пишет такую фразу, что лучшие материалы, присланные на конференцию, будут опубликованы в журнале, в акта ком-то. И если вы с таким встречались, и вам это интересно, и вы понимаете, что у меня отличная публикация, и я хотел бы в этом участвовать, то для того, чтобы не ввести в себя состояние такого самообмана, я так скажу, обязательно проверьте этот журнал. Мы с вами тоже об этом говорили, но я напоминаю вам в этом уже контексте. А для вас-то этот журнал ваковский или нет? Вспоминаем, что у нас сейчас понятие ваковский журнал немножко некорректное. У нас есть рецензируемые вак-журналы, и, соответственно, они рецензируются и считаются для нас рецензируемы, только если они по нашей специальности. Поэтому проверили и поняли. Да, я участвую в этой конференции, потому что у меня просто будет публикация, или я еще хочу попретендовать вот на такую публикацию, и она действительно для меня ваковская. Что касается следующих целей, да, для многих цель участия в конференции, ну, потому что публиковаться я могу и просто в научном журнале, для этого мне не нужна конференция как таковая, да, научное мероприятие как таковое. Зачем оно мне нужно? Что я могу здесь еще получить? Я могу выступить, да, соответственно, это очень полезная практика. Ради этого имеет смысл принимать участие в научных мероприятиях. Мы о выступлениях поговорим чуть попозже, более подробно, потому что у нас прям целый пункт будет посвящен выступлениям. Я скажу следующее, что если вы выбираете мероприятие научное для того, чтобы выступить на нем, самая главная рекомендация, понимаете, вот когда говорят, ну, вот пойдешь, и там научный руководитель вам говорит, например, надо тренировать выступление, и давай, вот будет конференция, выдвигайся, там, тут и такую или такую секцию, и, пожалуйста, будешь выступать с докладом. Это абсолютно правильный совет. Научные руководители в этом смысле люди очень компетентны, не только в этом. Поэтому к ним нужно прислушаться. Но, друзья, но, если вы никогда не выступали, или выступали, но не по этой теме, или вы не чувствуете какой-то уверенности или еще что-то, самое главное, когда вы для себя определяете целью выступления, нужно подобрать для себя такую конференцию, в которой это можно будет сделать с ситуацией успеха, я вот так скажу. Потому что если вы никогда не выступали, выступили, и это прошло плохо, то у вас еще ухудшится вот это состояние, у вас повысится страх, у вас повысится ощущение, что нет, 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 я выступать не хочу и так далее. Поэтому вот ваше выступление на конференциях – это не обязаловка. И если научный руководитель вам рекомендовал, уже рекомендовал выступать со своей темой, это не значит, что нужно выбрать первое попавшееся научное мероприятие. Нужно выбрать то, где вам будет как можно проще достичь вот той самой ситуации успеха, чтобы поддержать себя, чтобы не напугать себя, а наоборот поддержать себя. Вообще, как вот этот путь к защите диссертации, он очень длительный, и поэтому все, что вы делаете, очень хорошо, если оно согласовывается с этой стратегической целью поддержать себя на этом пути. Потому что путь на самом деле не очень-то простой. И, соответственно, тут надо выбирать. Вы не обречены выступать везде и всюду. Но чем больше выступаешь, тем больше тренируешься. И каждый раз страшно. Елена Александровна, я с вами соглашусь, что тренировка – это замечательно. Я сейчас говорю про выступление тех аспирантов, докторантов, кто давно не выступал или вообще не выступал, или очень большую испытывает тревогу перед этим, что нужно обязательно выбирать там, где вам комфортно. Не проще докачать компетенции выступления и выйти в нужную, чем подбирать аудиторию полегче. Но здесь, безусловно, может быть, Владимир Владимирович, разный подход. Можно, конечно, сначала научиться выступать, а потом идти в любую аудиторию. Но я хочу уберечь вас от, знаете, какого понимания? Оно в основном есть у преподавателей, которые говорят, я работаю, ну, допустим, вот у меня преподавательский стаж очень большой, сад 18 лет. И мне кажется, что, ой, так я же говорю, каждый день, каждый там вообще час, да, и вот меня они все слушают, и меня обожают мои студенты и так далее. Я хочу вас уберечь от этого, от этой иллюзии. Потому что выступать перед студентами по учебному материалу, который вы владеете так, что вас разбуди ночью, и вы начнете с любого места это вещать, это совсем не одно и то же, чем выступать перед аудиторией, которая затем на защите, которая будет в теме, которая будет понимать, какие, как вам задать вопросы и так далее, да. Поэтому здесь надо совмещать, наверное, лучшим и так далее. Где их докачивать перед котом? На самом деле, наверное, речь шла о том, что пройти какие-то курсы, например, да, ведь сейчас есть много курсов и ораторского мастерства, и вообще немножечко потренироваться, быть посмелее. Вот я как раз о том, что просто выступать и выступать по научной теме, это не одно и то же, а еще по той теме, которую вы только начинаете изучать, это уже такая непростая задача. Да, конечно, Ольга Владимировна, когда мы перед студентами, мы в позиции преподавателя, мы в любом случае понимаем, что мы знаем больше этой аудитории, мы готовы к этому выступлению, они только слушают, да, поэтому здесь вот этот момент, чтобы вы не потерялись, скажем так. Что касается погружения в тему, это тоже замечательная цель, которую можно поставить, и вот то, что вы писали в своих комментариях относительно того, чтобы посмотреть новый взгляд на сферу ваших исследований, углубиться и посмотреть, а что происходит, может быть, в параллельных каких-то исследовательских полях, где вы можете, что называется, знаете, посмотреть инструментарий и применить к своей теме. То есть погружение может быть с одной стороны, состоять в том, что... Тут в чате у вас я пока не буду отвлекаться, я потом вернусь на чат, а то я теряю мысль. Значит, может состоять в том, что вы выбираете профильные конференции и посещаете их для того, чтобы узнать вот этих других исследователей, которые там занимаются в этой сфере, либо вы выбираете для себя путь, когда вы с этими людьми начинаете контактировать, для того, чтобы они помогли вам погрузиться в тему. Опять же, об этом поговорим чуть подробнее. Ну и, естественно, вот то, что может быть формат онлайн или заочный формат участия не дает полноценно реализовать вот эту цель, это коммуникация. Когда мы находимся на научном мероприятии, мы встречаемся с большим количеством людей, которые занимаются той же самой темой или близкими исследованиями, или хотя бы сферой исследования, научное поле какое-то очень похожее, и мы можем здесь, в принципе, с вами найти и соавторов, и оппонентов, как вы писали, и так далее. Поэтому вот эти четыре цели как минимум нужно держать в голове, когда мы отвечаем себе на вопрос, а какие у меня цели, зачем я участвую в том или ином научном мероприятии. Сможете ли вы их реализовать, эти цели, зависит от того, а какое это научное мероприятие, потому что научное мероприятие – это не только конференция. Давайте пойдем так от простого к сложному. Самое простое научное мероприятие, с которого, может быть, стоит начать тем аспирантам, которые только-только этот путь начинают осваивать, – это научные семинары. Научные семинары – это такая форма научного мероприятия, которое проводится чаще всего либо в вузах, либо в научных организациях. Эти научные семинары чаще всего проходят в очном формате. Ну вот, например, сейчас у нас в Институте экономики Российской Академии Наук, где я работаю, научные семинары проходят в режиме онлайн, и, соответственно, мы в той же самой периодичности встречаемся друг с другом, но вот в таком формате. Что касается особенностей научных семинаров, самая главная особенность в том, что научный семинар делается по очень узкой теме, по очень узкой теме. И, соответственно, найти для себя такой семинар, или чтобы он в вашем учреждении проходил, достаточно сложно. Другой формат, точнее говоря, другая форма, да, когда это тоже научный семинар, но создается он, организуется он для того, чтобы послушать аспирантов. И вот здесь иногда возникает такое желание, что, ой, я выступать не хочу. Хоть бы нам сказали, что будет выступать, например, там, пять человек аспирантов, хоть бы я туда не попал. Я просто с большим количеством аспирантов, докторантов общаюсь и на курсах, и на консультациях, и встречаю вот этот вот подход, когда люди не хотят. Друзья, это самое лучшее место, где можно начать говорить о своей теме. Поэтому наоборот, если в вашем ВУЗе или в вашей научной организации вы знаете, что будет научный семинар по вашей теме, да вы наоборот, что называется, поднимайте руку и проситесь, чтобы вас добавили в число выступающих для того, чтобы вы внутри своей комфортной аудитории, когда вокруг ваши коллеги, которые к вам, в принципе, относятся, они вас знают, да, перед знакомой аудиторией проще выступать. И здесь, можно сказать, в таких тепличных условиях гораздо проще протестировать вот эти свои умения и возможности. Более того, если мы говорим про научный семинар, конечно, чаще всего здесь вам выступления ограничат по времени, то есть, опять же, не надо будет готовить выступления там на 20 минут, чаще всего это 5-7 минут, это короткое выступление. То есть, наоборот, вот потенциал научных семинаров, пожалуйста, используйте. Кроме того, здесь хорошо, когда, хорошо почему? Потому что раз мероприятие профильное, то есть узкая тема, то туда соберутся люди, которые все-таки в вашей теме, ну уж совсем там посторонних не будет. И поэтому здесь есть возможность получить качественную обратную связь. То есть, например, когда вы отвечаете на вопросы, человек вам говорит, нет, я там не удовлетворен вашим ответом, там конкретизируйте, дополните, а вот мне думается вот так, а я считаю вот эдак. И вы посмотрите, и вы можете учесть те рекомендации, которые вам даны в рамках вот этого научного мероприятия профильными участниками в своей дальнейшей работе. Это очень ценно и очень важно. Поэтому такие замечания или рекомендации мы с вами собираем, и потом их анализируем на предмет, стоит на это обратить внимание или не стоит, или это просто рассмотреть как какая-то другая субъективная точка зрения, которая тоже имеет право на существование. Что касается научных семинаров, то чаще всего традиционно это мероприятие, которое проводится именно для выступления, для обсуждения, для каких-то поиска новых идей и так далее. Или может быть для оценки уровня готовности аспирантов, декторантов. То есть чаще всего оно не подразумевает, что по результатам научного семинара будет выпускаться какой-то сборник публикаций. Такое бывает, но бывает крайне редко. Поэтому если вы хотите участвовать в научном семинаре, то вы просто поинтересуетесь этим вопросом. Кстати, могу сказать, что научные семинары большинства организаций, они являются открытыми. То есть можно на самом деле туда присоединяться свободно, не обязательно, будучи сотрудником той или иной организации. Ну, в частности, в системе Российской Академии наук это именно так. И я вижу, что когда у нас планируется научный семинар, информация о нем размещается на сайте, пожалуйста, любой может присоединиться, ссылка для входа есть. эти мероприятия бесплатные. Поэтому вот, если вы об этих мероприятиях не знали или считали, что это так себе мероприятие, оно достаточно хорошее для того, чтобы попробовать свою тему, свое выступление и так далее. Так, вы мне задаете вопрос, можно ли самому создать научный семинар. Владимир Владимирович, неуверенно чаще всего это организуют сами мероприятия, сами организации учебные или научные, но вы можете проявить инициативу и, например, там на кафедре к руководителю подойти и сказать с предложением, просто выступить, да. Например, у нас была практика в УЗе, когда организовывались научные семинары или научные выступления прямо на ученом совете, либо факультета, либо ВУЗа. Поэтому посмотрите, вот это такие возможности, которые мы, может быть, часто недооцениваем или просто не замечаем. Не замечаем. Что касается конференций. Конференции, понятно, бывают разного уровня и, соответственно, мы можем выбирать какие-то маленькие конференции, там регионального масштаба или грандиозные международные конференции. Что здесь все равно вот в этом научном мероприятии нужно для себя представлять. Тоже чаще всего конференции организуются ВУЗами и научными организациями, но сразу хочу сказать, что сейчас тема проведения научных конференций, она, к сожалению, я, к сожалению, скажу, она стала элементом коммерциализации и поэтому сейчас есть организации, которые не имеют ни малейшего отношения ни к науке, ни к образованию, ни к пониманию того, что такое вообще научная конференция и зачем она проводится, но они организуют эти конференции, там ООО и там какие-то названия. Я не рекомендую принимать участие в таких конференциях, потому что непонятен статус организаторов этой конференции. Чуть позже я еще заострю внимание, когда мы будем критерии отбора конференций рассматривать на этом факте, но однозначно тот, кто организует конференцию, должен вызывать у вас какое-то понимание, уважение, в том числе научное какое-то, какую-то уже базу эта организация должна иметь, для того, чтобы мы эту конференцию могли как конференцию воспринять вообще. На стандартных классических конференциях мы встречаемся с вами в формате либо очного, либо заочного участия. Что такое заочное участие? Заочное участие подразумевает участие только с помощью публикации, то есть вы отправляете на конференцию публикацию и больше никакого отношения к конференции не имеете. Очное участие – это когда вы, наоборот, планируете приехать на конференцию, можете отправить туда публикацию, можете просто приехать послушать, можете выступить. То есть любой формат, когда вы присоединяетесь к этой конференции очно, это вот первый вариант, если публикация, то второй вариант. Что касается конференций, очень сложно сейчас найти конференции, которые бы были узконаправлены. Почему? Потому что организаторы конференции заинтересованы в том, чтобы было больше участников, чтобы конференция была все-таки крутная, чтобы там не 20 человек съехалось и встретилось, и чтобы мы нагнали потом там полную аудиторию студентов и делали вид, что у нас состоялась какая-то огромная конференция. А для того, чтобы реально ученые заинтересовались этой темой, приехали и приняли участие желательно бы очень с выступлением. Поэтому очень часто организаторы вот расширяют тематику. Но бывает, что они и все-таки профильные. Так бывает тогда, когда, например, в больших вузах организация конференции занимается какой-то факультет или вообще кафедра, которая специализируется на определенной научной теме. И тогда она считает себя компетентной организовывать мероприятие именно в таком формате, именно по такой теме, и тогда конференция будет профильная. Так вот, если вы уже начали заниматься изучением определенной темы, ищите такие организации, образовательные или научные, которые занимаются изучением вашей темы и где проходят ваши профильные конференции. Найдите себе несколько таких конференций прямо на сайтах вузов, просто посмотрите, да, и будет понятно, что вот эти конференции, они как бы для вас будут специализированными. Там вы больше толку получите, чем если вы приедете на конференцию, которая обо всем и ни о чем. Что касается конференций, у нас тут есть два, две формы, да, такого взаимодействия, это пленарные заседания, когда мы чаще всего, я имею в виду мы, это аспиранты-докторанты, да, мы являемся слушателями, да, там выступают в основном самые там авторитетные, опытные, статусные спикеры. И второй формат – это работа секций, где как раз те люди, которые высказали желание, выступят, они внесены в программу конференции, да, и они на секциях выступают. Так вот, конечно, с одной стороны, пленарные заседания бывают скучным иногда, ну так, по-честному, да, друзья, а иногда бывают просто прекрасным, поэтому здесь как повезет, смотри внимательно на программу, кто там заявлен, как участники, насколько это люди для вас, вот являются ли они специалистами в вашей теме, есть ли вам необходимость послушать этих выступления. Если же вы видите, что это люди не по вашей теме, и вам, собственно говоря, жалко тратить время, иногда бывают большие конференции, когда один день – это пленарное заседание, а второй день – работа секций. Тогда, может быть, имеет смысл и не ходить на это пленарное заседание, а подготовиться лучше к своему выступлению и более ярко выступить на второй день внутри своей секции. Что касается, вот мы говорили, что одной из целей посещения конференции является коммуникация. Естественно, если эта конференция авторитетная, статусная, ее проводит крупный вуз или серьезная научная организация, то, скорее всего, статус приглашенных участников, спикеров и просто тех, кто будет выступать по собственному желанию, не приглашен, он сам высказал такое желание. Можно ожидать, что таких людей будет больше, и вот этот коммуникативный момент в конференции, он даст вам больше результата. Поэтому, когда мы видим, что конференция проходит в маленьком филиале, в маленького вуза и так далее, понятно, что если вам нужно там найти себе официальных оппонентов или экспертов, которым вы хотите показать свои работы или еще что-то, ну, такая цель там, скорее всего, не будет реализована, вам тогда нужно выбирать конференции более серьезного уровня. Ну и, конечно, конференции создаются, организуются, в том числе и для того, чтобы не просто иметь возможность озвучить результаты своих научных исследований, но и опубликовать статьи. И мне кажется, что в 90, а может быть больше процентов случаев, когда конференция проводится, обязательно есть сборник материалов конференции. Поэтому здесь, когда вы выбираете этот формат научного мероприятия, вы больше целей можете реализовать, да, тут и пообщаться можно, и статью можно опубликовать, и выступить, и, может быть, даже посмотреть вообще, вот, понимаете, когда вы ходите на конференции, принимаете участие, вы видите, как люди отвечают на вопросы, вы видите, как они презентуют себя, вы можете сравнивать, вот этот спикер вам понравился больше, чем вот этот, и иногда не потому, что у него тема интереснее, или там она ближе к вам, а потому что она подана по-другому. Так вот, и вы как бы определяете для себя, что он такого сделал, чтобы у него получилось ярче, интереснее, это выступление впечатлило вас больше, чем, например, выступление других участников. Поэтому, конечно, конференция, это прекрасный инструмент для того, чтобы широкий спектр целей реализовать аспиранту и докторанту. Но на самом деле бывают еще более крупные научные мероприятия, они могут называться по-разному, суть сводится к тому, что это мероприятие немножечко другого уровня, это и симпозиумы, и конгрессы, различного рода научные форумы. Что здесь отличает вот эти мероприятия от тех, которые называются конференции, или семинары, или там круглые столы, как угодно. Но, во-первых, здесь чаще всего, учитывая, что мероприятие крупное, то организатор тоже будет очень, либо это какое-то очень крупное научное учреждение, или там образовательная организация, или их несколько. Эти организации обычно поддерживаются либо региональными, либо федеральными органами власти, министерствами там и так далее. То есть это такой замах мероприятия. То есть когда вы считаете, что это симпозиум, понятно, что на нем не будет 20 человек участников. Это само собой разумеющееся. Такие мероприятия, безусловно, проводятся не ради публикаций. И в них бывают, опять же, публикации, но это так, достаточно редкий такой формат, когда в результате подобных мероприятий возникают какие-то сборники. Хотя такое бывает, например, для меня профильный симпозиум, который проводит Институт экономики Российской Академии наук, симпозиум по региональной экономике, он проходит в Екатеринбурге, не каждый год, но, тем не менее, они выпускают сборник. Поэтому интересуемся. Если вопрос публикации вам важен, просто задаем вопросы организаторам. Безусловно, если уж вы решите поехать на симпозиум, то тут однозначно я рекомендую очное участие, потому что на симпозиум вы точно поедете для того, чтобы послушать светил в вашей теме, для того, чтобы почувствовать вот это научное общение, как бы расширить свои академические контакты, познакомить, там все создано таким образом, что у вас постоянно есть какие-то паузы между различными такими рабочими моментами, когда кто-то выступает, потом формируется какой-то перерыв в виде кофе-брейка или уже обеда, например, в заключение обычно какое-то мероприятие, в зависимости от того, кто организатор, может быть, очень торжественное, может быть, очень простое, но тем не менее оно бывает, и поэтому вот здесь ценность этих мероприятий для вас состоит именно в контактах. Поэтому смело, вот это то место, где не надо никого стесняться, пугаться и так далее. Я вспоминаю как раз вот тот самый симпозиум по региональной экономике, на который я поехала в то время, когда готовила докторскую диссертацию, мне нужно было провести опрос экспертов. И я испытывала такую прям потребность найти этих экспертов, профильных исследователей именно на этом симпозиуме. Я приехала просто с кучей визиток, причем это были настолько статусные люди, которым, ну, возможно, в реальной жизни у вас бы просто не было доступа, да, ну, по какому поводу бы я пошла к ним на прием спрашивать, не станете ли вы моим экспертом, но, безусловно, это не очень разумно. А вот на таких мероприятиях создана такая атмосфера научных коммуникаций, когда это естественно и просто происходит. Если вам нужно подойти к человеку, который выступал на пленарном заседании, например, вы можете подойти, сделать комплимент его выступлению, обозначить те моменты, которые вам понравились, объяснить, что вы ведете исследования в этом же ключе, и просто как бы предложить обменяться контактами. Для этого, друзья, не забываем, если вы едете на такое мероприятие, неважно, кем вы работаете и где вы работаете. Если у вас на работе нет визитки, потратьте 100 рублей денег, сделайте себе визитные карточки, то есть не надо отрывать бумажечку и писать на ней телефон или стараться запомнить что-то или вслух произнести свой номер. Это и, в общем, не очень соответствует деловому этикету в рамках таких научных мероприятий, и это затруднит ваши коммуникации, поэтому озаботьтесь тем, чтобы у вас были визитки для того, чтобы оставить тем людям, с которыми вы хотите дальше общаться. Конечно, предпочтительно брать у них, раз вы заинтересованы в их контакте, но если вам человек дает визитку, вы ему тоже даете свою визитную карточку. Что касается работы, организации работы вот этих симпозиумов и конгрессов, обычно это все-таки такие, как я их назвала, площадки для обсуждения. Различные панели, где можно, и они параллельно идут, вы можете выбирать, куда пойти, куда не пойти, исходя из, опять же, целей своего присутствия. Если вы хотите погрузиться в свою тему, выбирайте максимально близкие к вам вот эти секции, да, или там панели, и там проявляйте свою активность, задавайте вопросы, общайтесь с участниками, да. Не просто так пришли, посидели, потому что симпозиумы, конгрессы проходят достаточно редко, и, соответственно, уж их потенциал нужно использовать просто по полной программе, никого здесь не стесняться. Значит, как мы с вами выбираем научное мероприятие? Во-первых, безусловно, всегда, для того, чтобы вот, когда я говорю про эффективность вашей деятельности, да, это говорит о том, что нам, принимая какое-то решение, нужно отталкиваться от ваших целей. Вы-то что хотите. Если вам нужно всего лишь опубликоваться, зачем вам тогда симпозиум или там какая-то очень, там, или выступление на семинаре, например, зачем? Вы просто ищите то место, где можно опубликоваться. Если вы видите, что перед вами 10 конференций, одна бесплатная, там, три платных выбирайте, если она адекватная, да, выбирайте ту, которую бесплатно. То есть экономить это нормально. Хотя я как экономист не люблю слово экономить, я вам так скажу рационально тратить, да, поэтому здесь вы тоже, преследуя свои цели, в том числе и это, учитывайте. А есть ли у вас возможности по времени, например, ждать, когда эта публикация опубликуется? То есть мы с вами должны ориентироваться на наши цели и на то, когда они будут реализованы. Почему? Потому что, допустим, если вас интересует публикация в этой конференции, конференция, например, проходит сегодня, это не факт, что сборник материалов конференции будет опубликован к сегодняшнему дню. И мы с вами должны эти обстоятельства учитывать. А вдруг вам публикация нужна к конкретному времени? Вы ограничены в этих сроках? А вдруг вы уже выходите, там, ближе к концу вашего пути, выяснилось, что вам нужно еще парочку публикаций иметь, и вы спешите? Так это вообще меняет дело, да? Тут нужно выбирать тогда, исходя из этого основного критерия, чтобы уложиться в сроки. Кроме того, когда мы с вами отбираем, особенно, когда вы торопитесь, например, очень велик шанс, как бы, вот, выбрать не то мероприятие. Чуть попозже я про критерии качественных мероприятий поговорю. Ну, то есть качественная, это не в смысле, что она там какая-то особо продвинутая, а качественная в том смысле, что она позволяет достичь вам ваших целей. То есть публикация точно будет опубликована. Если вы поставили себе задачу, чтобы она еще и в ринс вошла, чтобы она была размещена в ринсе, желательно, чтобы там было не просто внесение сборника, да, в этот ринс, а чтобы там было с указанием автора, иначе вас не проиндексируют, если вы как автор там не указаны. То есть, когда мы выбираем научное мероприятие, мы не просто обычно, мы выбираем, ну, вот это вроде нормально, это тоже вроде нормально и так далее. А вы попробуйте чуть более глобально к этому выбору подойти, посмотреть все свои цели, чтобы разом их можно было удовлетворить. Ну, естественно, если вы начинающий исследователь, или еще пока боитесь, ну, выбирайте мероприятия, которые пока попроще. Где мы можем найти информацию об этих мероприятиях? Ну, это вообще никакая не тайна, я просто скажу об этом, чтобы освежить, что называется, память эти места, хотя они очевидны, понятны, и тут вообще ничего нового я вам сказать не смогу. Во-первых, естественно, если вы работник образовательной или научной организации, наверняка в этих организациях у вас есть доски объявлений. Опять же, мы сейчас с вами живем в эпоху тотальной компьютеризации, и мы, например, смотрим на сайте, да, это тоже замечательный источник, где можно найти на сайте своей организации в разделе наука или в разделе научные мероприятия. Посмотрите, как этот раздел на вашем сайте называется. Но забываем совершенно про доски объявлений, а иногда туда размещаются приглашения, которые присылаются в организацию, и они не размещены на сайте, а они размещены только на доске. Или еще есть очень прекрасный совет, тут, я не знаю, есть ли в ваших вузах такая практика. Когда я работала в вузе, я руководила, координировала деятельность студенческого научного общества, и у нас стенд для преподавателей был один, а стенд для студенческого научного общества был другой. За эти стенды отвечали разные люди. И, соответственно, я вывешивала вообще все, что могла найти где-то проверенную информацию, и там было очень много информации, которую мы не размещали на страничке сайта, просто потому что, ну, может быть, мне не хватало времени или какой-то организации того, чтобы это вот продублировать там. Потому что я знала, что у меня ребята, которые со мной взаимодействуют, они возле этого тенда постоянно находятся, постоянно наблюдают за этой информацией. Кроме того, естественно, если мы говорим, что вы разрабатываете конкретную тему, я вам настоятельно рекомендую просмотреть сайты организаций образовательных и научных, которые ведут разработки вашей темы. Как их найти, как понять, что этим занимается? Это очень просто. Мы с вами в одной из наших встреч рассматривали поиск литературы, когда вы ищете различные источники, статьи и так далее. Да, ну, во-первых, если вы видите, что в этой организации есть профильный журнал, ВАКовский, например, журнал по вашему профилю, но, скорее всего, эта организация не случайно имеет журнал такого статуса у себя. Наверняка они и конференции, и какие-то научные мероприятия проводят. Кроме того, вы можете посмотреть по авторам. Когда вы нашли автора, посмотрите, где этот человек работает. И, соответственно, загляните на сайт, если у этого человека, или вы видите, что вот опять этот вуз, опять этот автор, опять в этом вузе, вы смотрите или в этой научной организации, вы смотрите на сайт этих организаций. Это несложно. Если вы сделаете себе, ведете себе привычку в план наших действий хотя бы там два-три раза в год просматривать предстоящие научные мероприятия, то вы себе, ну, летом такое затишье обычное мероприятие, а вот в начале сезона, например, вы просматриваете эти сайты, выберете их себе, сделаете на отдельном листе, и чтобы постоянно к этому не возвращаться, к поиску этих сайтов, уже известные адреса вы вводите и смотрите, что у них с конференциями. Ну и, естественно, можно использовать сервисы, я их называю агрегаторами информации, где собирается информация о конференциях, которые проходят в России и за рубежом. Что касается этих агрегаторов, я сразу же хочу сказать, что, пожалуйста, будьте бдительными, потому что на этих сервисах собирается самая разная информация, и полезная, и вредная. То есть там находятся, то есть это те сервисы, на которые, возможно, и вы как организатор, если вы, например, вы как представитель организации своей проводите какие-то научные мероприятия, вы вполне, возможно, тоже на эти сервисы загружаете информацию о ваших конференциях. Мы, в частности, использовали эти сервисы и размещали там информацию о конференциях, которые мы проводили в своем ВУЗе. Поэтому там есть, безусловно, ответственные организаторы, есть, безусловно, достойные конференции и так далее. Но столько же, а может быть и больше, на этих сайтах есть конференции, о которых я говорила, где организаторами являются уши и хвосты, которые вообще не имеют никакого отношения ни к науке, ни к чему. Они просто проводят вот такие, такой сбор денег, да, сбор денег, когда люди просто сами пришли, им заплатили. И непонятен, ни статус этих конференций, ни статус этих публикаций. И потом мы можем с вами столкнуться с ситуацией, как это было в РИНСе годом ранее, когда РИНС решил в одностороннем, грубо говоря, порядке, но я не буду обсуждать, насколько это грамотное юридическое решение, но оно принято, что РИНС исключил материалы заочных конференций, очень большое количество этих материалов из своей базы цитирования, причем, что называется, задним числом. То есть не из серии, что они новые материалы этих организаторов перестали индексировать, а просто вот те, которые были ранее опубликованы. Естественно, авторы пострадали. Автор, вообще говоря, выбирая конференцию, он же должен, конечно, оценивать, но не знает вот этой вот всей кухни, которая в РИНС там есть. Поэтому здесь не очень правильное было решение, я считаю, но это мое субъективное мнение. Поэтому я не даю вам масштабно какие-то ссылки на эти агрегаторы. Вы можете просто задать в поисковике конференции в 2020 году в России, и вам выпадут вот эти все сайты в большом количестве. Обращаю внимание, что у них одна и та же проблема. Там важно научиться отличать хорошую конференцию от плохой конференции. Что касается, вот на примере двух буквально сайтов покажу. Значит, сайт конференция.ру, мне кажется, он уже сто лет существует. Может быть, это кажущееся ощущение. Смотрите, когда мы с вами на страничку этого сайта попадаем, сейчас я, вот, курсор, надеюсь, появился, вот это главная страница сайта. И вот в начале, на первой странице сразу же начинаются мероприятия, которые либо вызывают какие-то сомнения, либо они явно платные. Почему? Вот на этом сайте, в частности, вот такой значок означает, что это коммерческое размещение здесь конференции. То есть, чтобы ваша конференция как организатора попала на первую страницу и вам дали вот такую ленточку, вы должны заплатить хозяевам, скажем так, этого агрегатора. Поэтому, безусловно, здесь конференции чаще всего именно те, от которых надо бежать далеко. И что я в этом смысле рекомендую? Значит, когда вы попадаете на эту страничку, вот в частности, на этом сайте однозначно этот лайфхак работает, вы уходите в самый низ страницы, и там перечислены номера страничек, ну, как на многостраничных сайтах. И вы уходите прямо, ну, что-нибудь там на десятую, на двенадцатую страницу, вот прям не на третью, пятую, а вот прям подальше. И вот там как раз будут адекватные конференции адекватных вузов, и можно спокойно найти бесплатные мероприятия, и они будут актуальны по срокам. То есть там все в порядке, потому что многие начинающие авторы думают, что уже на десятой, там, двенадцатой странице это будут конференции, по которым уже истекает срок приема материалов. Нет-нет, друзья, там очень много конференций, поэтому вы там все спокойненько найдете. Если вы не хотите пролистывать вот так вот все материалы, можете воспользоваться вот этим классификатором, где вы выбираете тематику, да, своих конференций, но тоже уходите подальше, не на первых страницах смотрите. Что касается иностранных конференций, которые проходятся, проводятся за рубежом, то же самое, у них есть такие сайты, вы можете воспользоваться. Здесь абсолютно такое же предупреждение о предосторожности. Здесь ничего не меняется. Очень, вот в частности, этот сайт, который я вам показываю, вы можете сделать очень просто. Если вы не видите своей науки, вы можете вот здесь в поисковую строку просто ввести название своей науки, нажать на поиск, и у вас высветится информация о том, в каких разделах вот это слово используется. Да, ну, допустим, если меня интересует экономика, она бывает разного вида. Региональная экономика, экономика фирмы, там, и так далее. Вот разделы различные с этим словом, указанным вами, появятся, и вы выберете тот, который вам нужен. Конечно, это ускорит намного поиск, но, тем не менее, предосторожность здесь тоже важна. А вот теперь, как не обжечься? Что такое хорошая, надежная конференция, и что называется, как ее вычленить среди этого многообразия конференций? Хорошо, если конференция вам или кому-то из вашего академического окружения знакома, и он когда-то вам ее уже рекомендовал, то есть это конференция на слуху. Очень хорошо, когда конференции проходят не один раз, но обращаю ваше внимание, друзья, что вот один этот фактор, использовать ни в коем случае этот критерий нельзя. Почему? Потому что как раз-таки фирмы, которые бесконечно собирают и собирают деньги с научной общественности, они как раз многократно эти конференции проводят, у них они там уже 30 какие-то конференций, и создается ощущение стабильности проведения этих конференций, и на самом деле статус их непонятен. Поэтому это какое-то разумное должно быть число. Кроме того, если эта конференция очная, загляните, кто вообще там выступает, есть ли там те специалисты, статьи которых вы читали, или люди, которые недавно защищали диссертации по вашей тематике. То есть вообще насколько это адекватный состав спикеров или там просто руководство, например, этого вуза, региона и так далее. То есть они, я не говорю, что они плохие, они просто непрофильные спикеры для вас. Ну и обязательно, конечно, мы смотрим на сайт. Сайт это вообще сейчас такой индикатор вообще для того, чтобы понять, стоит связываться или не стоит связываться с той или иной конференцией, потому что иногда вот только сайт открывается, и ты сразу же пошел, потому что ты понимаешь, что, ой, ну сюда мне точно не надо. Когда там две вкладки, первая вкладка условия, там, статьи для авторов, то есть как статью надо оформить, а вторая вкладка оплата, а третья вкладка контакты, на которой написана либо форма обратной связи, либо один единственный адрес электронной почты. Все, мы сразу с таких сайтов уходим, это не наши конференции. Чем больше информации есть на сайте, чем более она подробная, чем более она конкретная, особенно там должна быть контактная информация с указанием, фамилией, имя, отчество человека. Вот если организацию, ну не мне вам рассказывать, вы же не первый раз в конференции, наверное, и информационные письма получаете, например, от коллег каких-то, да, ведь там написано, к кому конкретно обратиться. Если вы заходите на сайт, и там непонятно, к кому обращаться, ну, скорее всего, это не очень серьезная вещь. Либо, конечно, если, например, это какой-то симпозиум, там, конечно, не будет информации, что обратитесь к Ивану Ивановичу с такими-то вопросами. То есть мы должны с вами этот момент, конечно, тоже понимать, но если мы говорим именно про конференции, то контактная информация, телефон, электронная почта, адрес, где будет проходить конференция, реальный адрес, да, это все должно присутствовать, в том числе и на сайте. Ну и еще, что называется, у нас есть такие конференции, которые сотрудничают либо со спонсорами, либо с определенными организациями, может быть, это даже органы власти, которые помогают, оказывают помощь организаторам конференции, и не просто дают денег на организацию этой конференции, да, а направляют эти деньги для участников. Может быть, там, значит, оргазнос вы не платите, или частично платите, может быть, оплачивается проживание, и даже проезд на некоторые конференции оплачивается. Может быть, есть какие-то конкурсы, которые проводятся внутри конференции, за них выплачиваются либо денежные призы, либо как раз возможность опубликоваться где-то в более серьезных изданиях, вплоть до издания, которые индексируются в, значит, международных базах. Поэтому вот эти критерии мы с вами обязательно учитываем при выборе конференции. Так, друзья, я сейчас взгляну на наш чат, а то я от него, отвлеклась от него надолго, коммерциализированных, так. Ирина Александровна, я презентации не даю, делайте, пожалуйста, скрины. Да, как Яндекс работает, стоит упомянуть, что нельзя доверять компании нашей партнеры, картинкам нашей партнеры. Владимир Владимирович, не знаю, не всегда не стоит доверять, смотря какая конференция. Если там серьезные организаторы, если там конференция, которая уже проходит неоднократно, почему нет? Они реально показывают тех партнеров, с которыми они сотрудничают. Конечно, спонсоры есть, которые сейчас не так дешево хорошую конференцию провести, поэтому я бы не сказала, что этому не нужно доверять. Хорошо, давайте поговорим про очное и заочное участие. Значит, когда мы говорим, вот есть выбор между очным участием и заочным. Вот мы выбрали уже с вами конференцию, по всем критериям ее отобрали, и, соответственно, нам надо понять, мне очно участвовать или заочно участвовать. Все зависит от того, с какой целью вы собираетесь участвовать. И если вы понимаете, что ценность конференции зависит именно от вашего присутствия, там, ну, например, вам надо контактировать, да, то, конечно, тогда мы выбираем очно. Кроме того, если мы для себя выбираем очное участие с необходимостью выступить, то мы должны с вами выбирать конференцию по силам. Ну, и, естественно, с учетом по силам во всех смыслах. По силам с точки зрения вашей готовности выступать, по силам с точки зрения вашего финансового компонента, потому что некоторые конференции очень дороги. Например, нужно лететь куда-то или ехать очень далеко. И если ваш вуз не может вас поддержать, например, в вашем стремлении, то возникает вопрос, стоит ли мне тратить такие деньги для того, чтобы выступить на этой конференции. Поэтому здесь мы тоже с вами по силам, здесь во всех смыслах мы говорим. Значит, когда мы с вами очно участвуем в конференции, и мы внесены в программу участников конференции, то мы с полным основанием можем свое участие зафиксировать в автореферате. Там есть раздел «Апробация», и, соответственно, там перечисляются, в каких конференциях принял участие автор. По секрету, что называется, всему свету, скажу следующее, что на практике вообще-то туда вписываются все конференции, где, в принципе, есть публикация у автора. Хотя по сути туда нужно указывать конференции, где вы выступали. Пока у нас это не проверяют. Но я думаю, что потихонечку мы будем продвигаться в этом направлении. Имейте в виду, что очное участие отдает вам такую официальную полноправную возможность. Ну и, естественно, когда мы говорим об очном участии, мы подразумеваем, что у нас есть возможность получить обратную связь. Не просто услышать вопросы. А ведь некоторые участники, они высказывают свою позицию. Они прежде, чем задать вопрос, они комментируют что-то. И поэтому вот здесь тоже есть очень большая ценность, когда вы понимаете вот этот момент. Кроме того, особенно когда вы выступаете в секциях, когда мало людей, вы можете вообще подойти к человеку, который задавал вам вопрос, и уточнить. А что с вашей точки зрения там усилить, например? Или почему вот вы там на это внимание обратили? Или это там слабо, или это недоработано, или это еще, или это нужно расширить, то есть что-то уточнить. И вот здесь как раз конференция дает возможность пообщаться и с точки зрения прям своего исследования. Если мы говорим о заочном участии, то чаще всего зао... Вот прям конференции, которые проходят в заочном формате, это как раз чаще всего конференции, цель которых – собрать деньги с публикующихся. Но если вы эту конференцию проверили, и она сейчас, например, в связи с этими обстоятельствами, которые сложились, организаторы ее проводят, но вынуждены ее проводить в формате заочном. Ну, хорошо, но вы будете лишены возможности реализовать большую часть целей, поэтому, скорее всего, это, наверное, для тех, кто только начинает свой путь, не очень уверен и так далее. Либо когда вы хотите сэкономить время и деньги. Ну и опять же, мы с вами должны четко понимать, что РИНС прямо вслух произнес, что материалы заочной конференции будут из базы исключаться. Конечно, организаторы этих заочных конференций, они тоже следят за деятельностью РИНС, и они сейчас пошли другим путем. Они просто нигде не указывают, что это конференция заочная. Но это очевидно будет из информационного письма. Поэтому вот даже если нет такого конкретного указания, внимательно изучайте информационное письмо, это будет понятно. Ну и, конечно, заочное участие. Заочное я имею в виду вот прям в виде публикации. Если конференция заочная, но есть возможность выступить онлайн, выступайте. Если же вы будете выступать онлайн, обязательно протестируйте сервис, в котором будет проходить конференция. Может быть, попросите организаторов, чтобы вам объяснили, как, что сделать для того, чтобы технические условия не смазали ваше выступление на конференции. Если же вы сейчас находитесь в том состоянии, когда вы просто, да я не хочу, да и все. В смысле не могу, я, может, могу, но я не хочу, не считаю необходимым. А другой человек, например, может говорить, что я с удовольствием, но я дико боюсь. Я не уверена, а вдруг мне зададут какой-то вопрос, на который я не смогу ответить. А вдруг вообще выступление пойдет как-то не так. А вдруг там будут и так далее. Вот куча-куча, а вдруг. Если вы находитесь в таком состоянии, то, безусловно, с этой темой надо поработать. И отвечая на вопрос, а стоит ли себя заставлять, я отвечаю абсолютно конкретно. Выступать, безусловно, нужно, но заставлять себя нельзя. Просто нельзя. Нужно себе создать такие условия, в которых вы захотите выступать. Захотите выступать. Что это за условия? Ну, как минимум, да, как минимум. Во-первых, не стремитесь выступать сразу, как только вы начали разбирать свою тему. Но отложите свое выступление на несколько месяцев от начала вашего исследования. То есть для того, чтобы вы были уверены в том, что вы будете говорить. Кроме того, если вы только начали исследование, у вас нет еще результатов. И рассказывать, пересказывать, да, какой-то обзор того, что было сделано до вас, не предлагая ничего нового, ну, вроде бы как-то не очень серьезно. Поэтому отодвиньте эти сроки, выбирайте конференции для выступлений. Может быть, вы сегодня их будете выбирать. Но выбирайте их на сроки чуть более отдаленные от сегодняшнего дня для того, чтобы эти результаты получить, для того, чтобы вы немножечко потренировались. Второй момент. Мы уже говорили, и я еще ваше внимание на это обращаю. Начните даже не с конференции, начните с выступлений в своей научной или образовательной организации, прям попроситесь, а можно ли выступить на кафедре, например. Я когда работала, еще тогда УПИ, он назывался нынешний Уральский федеральный университет, что уж сто лет назад было. Там была прекрасная практика, когда аспирантов выслушивали на каждом заседании кафедры. Пожалуйста, попросите, чтобы вам дали возможность. Повыступайте сначала на кафедре, потом, например, на какой-то конференции, которая будет проходить в своем вузе, а уже потом двигайтесь туда, где неизвестность, где больше людей, больше слушателей. Но и самое главное, самое главное для того, чтобы у вас не было, знаете, иногда у людей такой подход, я вот в этом сомневаюсь, дай-ка я выступлю с этим на конференции, для того, чтобы понять, это так или не так. Так можно делать? Можно, но только вы должны быть готовы к тому, что вы получите какие-то резкие какие-то комментарии. Если вы не готовы к резкости, если вы только хотите поселить в себе уверенность этих выступлений, то, конечно, выбирайте только те аспекты, в которых вы уверены, те результаты, которые вы уже проверили, опробировали, вы понимаете, что это так и есть, и вы можете задать, ответить на заданные вопросы. Поэтому создайте себе такие условия, когда вам все удастся. И поэтому, конечно же, это помогает очень. Когда мы с вами, почему вообще важно все-таки выступать? Вот хотите вы, не хотите, я вам настоятельно рекомендую выступать, потому что это тренировка. И когда человек говорит, да, что-то тренироваться, я выйду на защиту, и все у меня получится. Друзья, ну это не то место, с которым стоит экспериментировать. А вдруг не получится? А вдруг вы не набрали даже элементарно какого-то опыта ответов на вопросы? Вы ведь не просто будете свой доклад озвучивать, вы же еще будете на вопросы отвечать. Поэтому что здесь нужно вообще потренировать, для того, чтобы ваше выступление на конференции было, опять же, не просто для галочки, надо выступить, но выступлю. А что именно натренировываем? Во-первых, мы учимся говорить о своей теме. Я это специально закавычила, потому что говорить не очень правильное слово, но на самом деле это так. Некоторые темы, вообще научный язык, это язык сложный. Это не просто, когда мы с вами на улице сидим с подружками или там с друзьями и разговариваем о каких-то бытовых вещах. Терминологические вещи, они не так легко произносятся. В разных науках уровень сложности терминологического аппарата разный. И нам нужно привыкнуть, языку нашему нужно привыкнуть это произносить с правильным ударением, с правильным осознанием, что вы подразумеваете под этими терминами и так далее. Второй момент. Нам, безусловно, нужно научиться делать научные презентации. Если мы говорим о презентации, то презентации бывают очень разные. Есть презентации коммерческие, например, когда человек, который презентует, он должен что-то продать. У вас другая задача, поэтому, естественно, здесь очень важно вот эту научную презентацию и подготовить верно, и подготовиться к самому. То есть я здесь не имею в виду презентацию, вот как на слайде. Это тоже презентация. Но я вам имею в виду, как вы ее будете проводить, что нужно сказать, что говорить ни в коем случае нельзя. То есть это тоже тренируемый навык. Кроме того, очень большая, ну тоже сложность, скажем так, для защищающегося в короткий промежуток времени создать впечатление о себе. Потому что вы в диссертационный совет, ну хорошо, если вы защищаетесь в ВУЗе или там в научной организации, где есть диссертационный совет, и вы с членами диссертационного совета, допустим, знакомы. Они вас знают как человека, у них уже сложилось о вас мнение. А если нет? А если вы заходите в диссертационный совет, члены которого вас не знают, не видели, вот я, например, защищалась, кандидатскую диссертацию защищала именно таким образом, в той организации, где я не работала, я с ними не сотрудничала, ничего. Я была абсолютно новым человеком с улицы. И было очень важно не просто презентовать результаты своего научного исследования, но и себя подать таким образом, чтобы произвести хорошее впечатление, хорошее не в смысле, что вы им понравились, а это тоже, кстати, важно, а в том, чтобы вы показали себя как грамотный человек, который выступает с пониманием темы, с пониманием того, что он делал, чтобы создать вот это целостное впечатление на защите, и это мы тренируем на всевозможных выступлениях. Безусловно, контактировать со слушателями в данном случае я предлагаю не только речевым вариантам, когда вы отвечаете на вопросы или слушаете их комментарии, сдерживаете себя, например, если они какие-то не очень приятные для вас, не вступаете в какие-то полемику или какие-то, тем более, выпады, может быть, ответственные, то есть умеете сдерживаться. В данном случае я имею в виду, что нам нужно научиться контактировать, в том числе и зрительно, для того, чтобы у людей было понимание, что вы для них рассказываете, а не просто смотрите там в потолок или в пол или еще куда-то. Этому всему нужно научиться. Для этого, конечно, нужно тренироваться, тренироваться и выступление на конференции – это прекрасная возможность. Что касается углубления темы и того, что вы проверяете, если себя готовы вы или не готовы к этому. Так, друзья, я гляну в чат. Лучше для хороших грантов. Грантов в этом смысле малина. Таких грантов много. Ольга Витальевна, да, если грант есть возможность, конечно, используем. Так, в мае, в июне некоторые конференции изначально планировались как очные, прошли в формате онлайн. Возможно, этот формат приживется и будет использоваться в втором полугодии. Сергей Михайлович, я, да, думаю, что нам вообще надо привыкать к этому формату. К сожалению или к счастью, он, наверное, будет усиливать свое присутствие в нашей жизни и в образовательной, и в научной. Поэтому, да, осваиваем мы его тоже. Кстати, если кто-то защищается вот сейчас, да, на время коронавирусной инфекции даже разрешили защищать кандидатские диссертации. Диссертации вообще в режиме онлайн было решение принятое, поэтому сейчас оно, наверное, быстренько будет прикрываться, такая возможность. Хотя, не знаю. Так, сколько всего. Юлия Витальевна спрашивает про УПИ. Юлия Витальевна, я в УПИ работала с 1998 по 2000 год. Хорошо, друзья, давайте еще последние буквально пару слайдов у меня для вас есть. Посмотрим на тему углубления, да, что мы здесь можем делать. И если мы говорим о том, что я еще не разобрался в теме и хочу углубиться, то здесь тоже есть несколько вариантов. Первый, это, естественно, когда мы приезжаем послушать авторитетных исследователей. Ведь некоторые едут на конференции прямо за ними. То есть едут специально их послушать, специально иметь возможность с ними как-то контакт установить и так далее. Опять же, на том же форуме, симпозиуме, когда я писала докторскую диссертацию, я познакомилась с очень авторитетными исследователями, которые мне потом многократно помогли и с точки зрения своего соавторства, когда мы вместе работали, и вот это совместное творчество, реальное совместное творчество, никогда вы кого-то приписали как соавтора, да, это очень обогащающая вещь, поэтому вот здесь тоже можно найти этих людей и договориться об этом взаимодействии. То есть вы смотрите на этих людей не только с точки зрения того, что, а может ли он быть моим официальным оппонентом, а может ли он там быть экспертом по моей теме, если мне такая экспертиза потребуется. Может быть, вы поработаете прям с этим человеком, и это очень обогащающая возможность. Ну и, естественно, очень часто бывает, что вы приезжая, еще не очень знаете свою тему, и вам, собственно говоря, особо некому задать вопросы. Ведь бывает такое, что ваш научный руководитель вместе с вами погружается в эту тему, и вам, например, что-то непонятно. То есть это не когда вы задаете вопрос выступающему для того, чтобы его озадачить, да, а когда вы задаете вопрос для того, чтобы ответить себе на этот вопрос силами выступающего. Это очень продвигающая возможность, когда вы можете у этих людей спросить то, что сложно для вас. Вы не понимаете, и это можно уточнить на конференции. Ну и, естественно, тоже прекрасный способ углубить тему – это поиск каких-то методических приемов, которые, когда вы слушаете вот авторов, по другой теме, а не вообще в другой тематике. Вот для меня это было просто откровение. Когда я никак не могла придумать свою методику, мне не хотелось ее делать банальной, мне хотелось ее сделать все-таки интересной, и вот не приходила идея, и вдруг я на конференции слышу выступление вообще совершенно по другой теме, и меня просто пронзает, что, слушай, так надо вот этот прием попробовать применить в своей теме. Да, он сложный, да, он громоздкий, да, не знаю пока, как его реализовать, но если это сделать, это будет интересно. Поэтому все способы, которые вот здесь указаны, да, мы все с вами можем использовать для углубления в своей теме. Ну и, естественно, как понять, готов я к защите или нет, если я нахожусь на конференции, ну, выступаю на конференции, да, смогу ли я так же, уверена или не уверена, быть на конференции, на выступлении, чувствовать себя на выступлении. Значит, во-первых, после каждого выступления мы с вами делаем, ну, я уж не говорю заполняем табличку с оценкой, но тем не менее оцениваем себя, что вам понравилось, что вам не понравилось, где были промахи какие-то, что нужно усилить, что было ярко, и мы с вами каждый следующий шаг стараемся это исправить. Кроме того, особенно для волнительных натур, выявляйте, пожалуйста, что именно вызывает ваше наибольшее волнение. Вам дискомфортно, что это незнакомый для вас вуз, или что очень пафосное мероприятие, или что вас слушают очень серьезные люди, или вы просто разволновались, потому что, или вы себя плохо чувствуете. Узнавайте себя для того, чтобы с этим поработать за пределами конференции до вашего выступления на защите. Кроме того, определите для себя те вопросы, которые являются для вас наиболее сложными. Это кажется простой, простой вещью, на самом деле это очень ценная штука. Смотрите, когда мы с вами, например, проводим экзамены, мы очень часто, вот человек плохо рассказывает, и мы думаем, как-то ему помочь, да, как-то поддержать надо человека, вселить уверенность, и мы начинаем задавать с нашей точки зрения простые вопросы. А что значит вот это определение, например, какие-то спрашиваем, или какие-то простые вещи. А оказывается, что для человека это очень сложно. Так вот вы для себя поймите, для вас что сложно? Вопросы связаны с терминологией вашей темы, вопросы, связанные с методикой вашей темы, вопросы, связанные с проведением эксперимента или вашего научного исследования. Вы увереннее себя чувствуете, когда вас спрашивают о цифрах или, например, о теории. То есть вот эти вещи тоже, обратите на это внимание, поработайте над теми моментами, которые вызывают сложности. Безусловно, вот то, о чем я сказала, суметь произвести впечатление. Осталось ли у вас ощущение, что вы понравились, что вы произвели впечатление уверенного исследователя? Насколько были вопросы серьезными, адекватными, не просто там, а у вас на странице, на слайде таком-то, вот это криво, но это не серьезный вопрос. И вообще были ли вопросы? То есть, если вопросов не было, это не всегда хороший симптом. Поэтому прямо вот анализируем по этим пунктам свое выступление. Ну и, естественно, мы это делаем не для того, чтобы просто проанализировать, а для того, чтобы на следующем выступлении это учесть, вновь проанализировать и посмотреть. О, я вырос, у меня в этом смысле стало лучше, в этом смысле там, еще мне нужно потрудиться. Поэтому готовимся осознанно и вот этот потенциал и эту возможность конференции используем в том числе для того, чтобы понять, а к самой защите я готов или нет, или я только погружаюсь в свою тему. Ну что, друзья, я уже понимаю, что, как всегда, у нас много времени стало быстро рассказывать, практически не заглядывая в ваш чат, но сейчас я хотела бы к чату вернуться, потому что у нас сегодня с вами тема, завершающая наш цикл этого года, и для меня очень важно, чтобы вы дали обратную связь. Напишите, пожалуйста, в чате, какие темы для вас наиболее актуальны, которые бы мы могли из Директ-Академии вынести для следующего учебного года, для того, чтобы быть вам максимально полезными. Я очень благодарю в прошлом году вот все темы, которые вот этого года, мы эти темы не придумывали. Эти темы вы порекомендовали нам взять, и мы их, объединив, взяли и по ним подготовили вебинары для того, чтобы именно ваши вопросы решать, а не те, которые мне кажутся, например, актуальными, они, может быть, для вас не актуальны. И, пожалуйста, напишите хотя бы вот просто там про то-то, о том-то, вот это, вот это. Набросайте, пожалуйста, в чат идеи. Кроме того, я хочу провести такой вот опрос небольшой, да, у себя в группе. Если вы являетесь участником этой группы, то я приглашаю вас присоединиться к этому опросу по этой же теме, да, я хочу узнать запрос на будущий год, чтобы нам такого интересного сделать для вас. Если вы не являетесь участником группы, я сейчас как раз дам на нее ссылочку. Это открытая группа, там абсолютно открытая информация, и можете к ней присоединиться, я вам сделаю опрос, и буду очень благодарна, если вы туда напишите свои пожелания. Может быть, сейчас кому-то не сразу приходят в голову идеи. Так. Ирина Леонидовна, методология научного исследования. Хорошо. Ну, на самом деле, мы эту тему за... Эта тема такая, сами понимаете, не на один вебинар, и, собственно говоря, мы ее рассматриваем в курсе, но спасибо за идею. Вас продвигает сейчас слушать. Любую тему, Владимир Владимирович, спасибо. Проблема соответствия трудозатратной не с достигнутым результатом эффективности. О, Ирина Васильевна, какая прекрасная тема. Отлично. Публикации в скопус иностранных научных базах. Константин Вячеславович, отличная тоже. У меня есть коллега, которая буквально скоро защищается за рубежом, и мы, наверное, вот, наверное, в группе для своих участников, я не знаю, насколько это будет возможно на платформе Директ Академии, но для у себя вот диссертации в стиле рок-н-ролл обязательно попробую ее пригласить и как раз поговорить именно об этом. Механизм подготовки защиты докторской диссертации, обязательно ли поступать в докторантуру. Сергей Александрович, сразу же отвечая на ваш вопрос, не обязательно поступать в докторантуру, а как защищать докторскую? Тоже не на один вебинар можно сказать, что весь курс этому посвящен, тот, который у нас завершился, вот только что и будет теперь уже в ноябре. Так, в эпохе между дисциплинарности можно найти ценные идеи в совершенно других смежных окраслях. Да, 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 Елена Александровна, это очень хорошо. Выбор зарубежных баз цитирования поняла, Юлия Витальевна, последовательность общения с оппонентами, организация сбора отзывов. Зоя Владимировна тоже поняла, тоже мы на курсе это рассматриваем. Владимир, как найти релевантную базу для апробации. О, это непростая задача. Это зависит очень сильно от специфики вашего исследования. тут вебинар все-таки это такая встреча, на которой хотелось бы дать информацию полезную для многих, чтобы встреча была не бесполезной. Елена Александровна, в исследованиях баз данных для понятных. выбор диссертационного совета Татьяна Петровна, понятно. Наиболее полезная тема о процессе подготовки документов, тема о процессе самой защиты. Да, Любовь Александровна, ясно. Действительно важный, сложный момент. Понятно, друзья, примерно я поняла, буду благодарна, если вы присоединитесь к опросу в группе, для того, чтобы мы все-таки вот именно двигались по тем темам, которые вами рекомендованы или вами запрошены, потому что это, мне кажется, более правильно и ценно. Ну, а завершая сегодня нашу встречу, я хочу пожелать вам восхитительного лета, несмотря ни на что. И я вам, тем, кто пишет диссертацию, конечно, желаю совместить отдых и работу над диссертацией, потому что у большинства людей, с которыми я работаю, есть проблема и с теми, с кем мы на вебинарах общаемся, есть проблема именно организации времени, а в летний период у нас чуть меньше нагрузка с точки зрения других каких-то рабочих моментов и больше времени свободного и здесь можно, конечно, очень продвинуться, поэтому я вам желаю и отдохнуть и продвинуться для того, чтобы вы были удовлетворены своей работой и, конечно, получили от нее удовольствие. Вы уж меня простите, но я всегда за то, что и диссертацию набит с удовольствием, а не мучиться, потому что это такой процесс, особенно когда вы пишете докторскую диссертацию, да, сложно, но очень классно, все время с большим таким, с большой ностальгией вспоминаю времена подготовки своей диссертации. Спасибо, так получилось, что только сегодня нашел ваш вебинар, надеюсь, на будущие вебинары. Сергей Александрович, да, очень прекрасно, что присоединяются новые слушатели, вебинары есть в записи на канале Директ Академия, Татьяна размещала ссылку, вы можете посмотреть, мы встречаемся раз в месяц, но сейчас будет летний перерыв, а потом продолжим, поэтому замечательно приглашаем. Так, Любовь Александровна, часто мои статьи публикуются не под нужными рубриками эстетика, а под другими рубриками, они будут зачтены при защите. Любовь Александровна, если речь идет о конференциях, то там никто никакую рубрику смотреть не будет, поэтому, да, а если вы хотите в конкретную рубрику, вы пишите организаторам, какую рубрику вы хотите. Вижу ваши благодарности, очень хорошо ведите вебинары, Дирильна Васильевна, большое спасибо. Так, просто и доступно, было вдохновляюще. спасибо вам, друзья, большое за ваши слова, очень ценно и приятно. Любая обратная связь. Вот имейте в виду, друзья, когда вы выступаете онлайн, например, на тех же конференциях, это намного сложнее на самом деле, чем очно, когда вы видите людей, потому что вы не видите глаз, вы не знаете, какая реакция, реакция. И поэтому я всегда на таких мероприятиях, на курсах, на вебинарах все время прошу обратной связи, что, друзья, дайте, пожалуйста, обратную связь, что было полезного, ценного, не зря ли вы провели время со мной и так далее. Не потому, что это там, мне надо ее выпросить, да, а для того, чтобы вот ту самую обратную связь получить, где-то, может быть, что-то нужно усилить, а где-то, может быть, на чем-то можно подсократиться. Поэтому, когда вы будете выступать на конференции, вы тоже можете попросить обратную связь, не только вопросы, не только жду вопросов, например, да, буду рад вашим вопросам и ответить на ваши вопросы, а буду благодарен за вашу обратную связь, чтобы люди могли задать не только вопрос, но и написать какой-то комментарий. патентное изобретение программы базарительного патента являются публикациями, насколько возможно на них ссылка. Ой, побежал в чат, сейчас, секунду, друзья, в списке используемых источников. Вопрос прекрасный, эти материалы можно использовать, если это ваш патент, то вы в обязательном порядке размещаете его в разделе публикации автора по диссертации после публикации в рецензируемых изданиях. Большое спасибо, вы молодец, проводите такие полезные вебинары, для многих просто бесценные. Татьяна Петровна, благодарю. Как всегда, полезно, полезно, полезно. Друзья, очень спасибо большое. А вот еще тема ресурсы, регистрированные как образовательные. ресурсы, зарегистрированные как образовательные. Константин Вячеславович, а прокомментируйте, я не очень поняла, вот это вот здесь, что имеется в виду. Ну что, друзья, я тогда еще побуду в чате и посмотрю, если у вас есть желание написать темы или дать обратную связь, буду рада. А так мы с вами просчитаемся и встретимся уже в следующем учебном году. Как всегда, если у вас возникают вопросы или какие-то комментарии, вы можете написать мне на почту и получить от меня ответ в вопрос.